Всем привет с вами Витя Вячеслав. Сегодня я вам представлю новое слово в теории дебютов, а по сути новый дебют, который я рискнул назвать дебют Юпи. Не в честь благородного напитка, а по первым заглавным буквам, имени, отчества и фамилии автора. Я рискнул назвать этот дебют, так как я был соавтором и ту партию я играл белыми и благополучно проиграл. И я, играя в рапид турнире с довольно-таки неплохим соперником, с рейтингом под 2300, решил поэкспериментировать и избрал подобный дебют. Итак, Е4, конь С6. Этот ход известен, он характеризует, как правило, дебют Немцовича. Здесь белые, не желая ввязываться в дебютный диспут, скажем, после хода Д4, Е5 или Д4, Д5, часто ходят кони Ф3, что и было сделано в партии. И здесь следует ход Ф5. И на ЕФ конь А6. Когда со мной сыграли так впервые, я, конечно, был удивлен и сильно поражен. По идее, так играть нельзя. Но, еще раз повторюсь, ту партию я проиграл. И смотрим, как же сложилась моя партия. В этой позиции белые сыграли конь А4. Ну, ход вроде естественный. Белые защищают пешку на Е5. Но, на самом деле, этот ход уже, наверное, серьезная неточность. Черные играют Е5. Итак, под боем конь на А4. Именно в этом заключается, по сути, главная задумка черных. Ход конь А4 неточность. И здесь у белых уже возникают определенные трудности. Последовал ход Ф5 и конь Ф7. Теперь выясняется неожиданно, что грозит ход Ж6. И у белых определенные трудности. Следует ход конь С3. Ход логичный, развивающий. И Д5. Итак, черные уже захватили пространство. И вы не поверите, но шахматные движки, несмотря на отсутствие пешки, оценивают эту позицию уже с большим перевесом у черных. Следует ход конь Ф3. Опять же, белые парируют потенциальную угрозу ход Ж6. Следует конь Ф3. Но теперь Е4. Черные прогоняют коня. Конь идет на начальную позицию. Конь Ж1. И следует ход конь Д4. Инициатива черных развивается сама собой. Ферс Д1. И слон С5. Д3. Слон бьет Ф5. Посмотрите на эту позицию. Позиция очень симпатичная. Черные уже очень сильно опередили белых в развитии. Следует ход конь А4. Ферс Е7. Опять крайне неприятное противостояние по линии Е. Слон Е2. Слон Б4 шах. Конь С3. Да, но С3, наверное, ход плохой. Последует просто ЕД. Конь С3. И ЕД. СД. И конь Е5. Теперь еще и конь вступает в атаку. Грозит ход конь Д3. Следует ход король Ф1. И 2-0. Казалось бы, черные дают пешку на Д5. Но на самом деле, здесь перевес в развитии, конечно, колоссальный. Мы не пешки все-таки играем. Конь Д5. И Ф4. Уже создаются матовые угрозы. И здесь соперник развалился. Убил на Б4. Следует ход слон Д3. Грозит мат на Ф2. Здесь уже непонятно, что делать. Позиция белых, наверное, уже безнадежная. Следует ход Ф3. И теперь удар на Е2. Конь бьет Е2. И черные красиво завершают. Ладья Ф3 шах. ЖФ. Ферзь А3 шах. Здесь белые получили мат два хода. Сыграли король Е1. Да, но король Ф2 уже тоже не спасала. Могло последовать Ферзь Ф3 шах. На Ж1 ходить нельзя. Мы убьем на Е2. Со скорейшим матом. А после король Е1 мы можем убить на Аш1. И здесь тоже можем выиграть. Опять же, Ферзя ходом конь Ф3. Да, но соперник получил красивый мат. Он сыграл король Е1. И после конь Д в 3 шах. Король Ф2. Следует вот такой красивый мат. Конь Ж4. Да, вот такая вот интересная дебютная концепция на самом деле. Понятно, что дебют скорее всего попросту некорректный. Играть его классику я вам не советую. Блиц, Рапид эпизодически можно применить. Ну и дам вам свой совет, как играть, если вдруг что-то подобное случится. Как играть белыми. Конь Аш4 здесь ходить не надо. Сам я в проигранной партии, которую я упоминал, сыграл, наверное, абсолютно верно. Я сыграл Д4. Последовал ход Ф5. Я сыграл Д5. Последовал ход конь Б8. Я сыграл слон Д3. И эта позиция, наверное, просто подавляющая. Но после Е6 соперник как-то доразвился. И все-таки ту партию я проиграл. Да, ну вот видите. Что не делается, то к лучшему. И вот в Рапиде я получил приятные впечатления. После выигранной партии. Партия мне показалась довольно-таки красивой. Я надеюсь, она вам понравилась. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.